МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнер программы спортивный комплекс «Лазурный». «Лазурный» – источник здоровья и радости. Займитесь спортом в спорткомплексе «Лазурный». Фитнес, тренажерный зал, плавание, акваэробика, теннисный корт. «Лазурный» – источник здоровья и радости. Это программа «Семь дней спорта» на телеканале «Мой город» в студии Татьяна Савельева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашей программе. Стритбол длиною в месяц. Здесь, ну, действительно, борьба такая бескомпромиссная, здесь жесткая. Как чемпионат «Крылья-2012» возродил интерес к оранжевому мячу в нашем городе. Спустя два года. В семье радужные изменения. Волейболист Вячеслав Кургузов снова в Кузбассе. И все о преимуществах персонального тренинга. «Крылья-2012» или праздник стритбола в Кемерове. На месяц баскетбольные площадки в парке Жуково превратились в место настоящих спортивных баталий. Первый областной чемпионат по уличному баскетболу собрал под своим крылом более 50 команд-участниц. О любителях оранжевого мяча, для которых июль выдался по стритбольному жарким, расскажет Анна Печенегова. Стритбол пришел к нам с запада и за несколько десятилетий завоевал спортивные площадки России. Два года назад в Москве прошел первый в истории нашей страны чемпионат мира по стритболу. Однако региональные турниры пока редкость. В Кузбассе это решили исправить. Идею проведения первого областного чемпионата по уличному баскетболу поддержали компания «СДС Концерт» и городская федерация баскетбола. Они уверены, стритбол в регионе пора поднимать на новый уровень. Есть профессиональные баскетбольные лиги, есть любительские команды, есть чемпионаты, но на лето они закрываются. И поэтому стритбол это такая, знаете, это даже не совсем игра, это такой стиль жизни, это такой способ восприятия. В четырехнедельной гонке за звание чемпионов области сражались более 50 команд. Причем для участия в соревнованиях отменное попадание двух и трехочковых не требовалось. Попасть на турнир мог любой желающий. Достаточно было собрать команду из четырех человек. Три полевых игрока плюс один в резерве. Придумать ей название и, конечно, запастись терпением и волей к победе. Такие условия сработали. Об этом можно судить по количеству участников. Их около 200 человек. Очень хорошее мероприятие, хорошо придумано, спланировано. Взяли опыт у других городов, у Костноярска, у Сибирска парни молодцы. Но еще, конечно, есть над чем работать, но очень хороший турнир, очень хороший уровень игроков и судейства, всего. Крылья 2012 – это не только возможность показать, на что ты способен и помериться силами с равными соперниками, но и поделиться своим опытом с другими стритболистами и даже стать примером для подрастающего поколения. Детишки посмотрят, как играют. Здесь действительно борьба бескомпромиссная, жесткая. И мне кажется, они посмотрят, и им понравится это. И в дальнейшем они захотят заниматься уже баскетболом, стритболом. Это не суть важная. Главное – играть с мячом, бросать в корзину. Есть где поучиться. Молодым стритболистам массовости и турнирного общения хватило. Чего не скажешь об опытных спортсменах, поигравших на разных площадках нашей страны не один десяток лет. Они-то помнят, каким был стритбол в те годы, когда этот вид спорта открывал первые страницы своей истории в нашем регионе. Но такого никогда не было. Вот еще даже в прошлом, позапрошлом году народу было в два-три раза больше. Как бы ни было раньше, главное, что теперь можно с уверенностью заявить – уличный баскетбол в Кузбассе вышел на новый уровень. В планах организаторов еще не единожды провести чемпионат по стритболу. В ближайшей перспективе уже этой зимой. А значит, совсем скоро оранжевый мяч вновь будет штурмовать баскетбольные кольца соперников. А на спортивных площадках области вновь станет по стритбольному жарко. Анна Печенегова, Аркадий Кемеев, Алексей Зайцев, Александр Белкин специально для программы «Семь дней спорта». Два года назад Вячеслав Кургузов в составе волейбольного Кузбасса вместе с командой завоевал путевку в Суперлигу. Затем их пути разошлись. В сезоне 2012-2013 Вячеслав вновь будет выступать за Кемеровский клуб. Диагональный Кузбасса поделился впечатлениями о городе и о команде после двухлетнего отсутствия. За то время, что меня не было в этом клубе, то бишь два года, первые впечатления, ну не первые впечатления, а уже изменившегося города, да, много новых построек, тех же заведений, то, что ребята рассказывали, город стал краше, это радует. Ну, если брать основную часть моей деятельности волейбольный клуб, то, конечно же, это вот арена построенная. Конечно, два года назад мы только мечтать могли о таком зале, сейчас он присутствует, это радует. Ну, а в семье радужные изменения за эти два года. Я уже официально, как бы, мы оформили брак со своей супругой, ну и родился сын, это вообще знаменательное событие для меня. Вот, так что здесь одни плюсы во всем. Что бы хотелось, это создать коллектив, потому что, вот, ориентируясь на предыдущие сезоны, да, хоть меня не было вот в этом клубе, был я в другом клубе, не много решают фамилии, на самом деле, а многое решает коллектив. Вот, к примеру, вот, прошлый сезон, опять же, по себе приведу, то, что у нас команда была, ну, без звезд, даже пускай нижней лиги, но тем не менее. Вот, но мы решили задачу, хотя она нас никакой не ставила. Вспоминая те два года назад, что я отсутствовал, было очень приятно играть, конечно, не на такой шикарной арене, как сейчас, но тем не менее. Люди приходили, болели, общались с кем-то, и было очень отрадно, что некоторые люди и сейчас, уже вот, будучи, пройдя два года, да, подходят, как бы общаются, то есть, память осталась, это радует. Как будет в этом году, я, честно говоря, в ожидании, да, что будет прям такой, не столько по мне, сколько по команде фурор, новый сезон, все это, новые амбиции, вот. Ну, если я принесу пользу и болельщики это оценят, то это будет хорошо. Новички, пришедшие в тренажерный зал, часто думают так, есть я, есть тренажеры, подходишь к любому из них и занимаешься. Ничего сложного в этом нет. Конечно, путем проб и ошибок, а также потратив пойму времени, наверное, можно понять, как нужно заниматься. Но если хочется добиться цели быстро и эффективно, лучше обратиться к персональным тренерам спортивного комплекса «Лазурный». Приходя в тренажерный зал, человек всегда чего-то хочет. Желания могут быть разными – стать чуть шире в плечах или скинуть несколько лишних килограммов. Но спустя какое-то время большинство убеждается в том, что достичь, на первый взгляд, простых задач самостоятельно не получается. Тогда на помощь приходят персональные тренеры, а вместе с ними и определенные преимущества. В первую очередь, это результат. Соблюдая рекомендации тренера по тренировкам по питанию, вы получаете 100% гарантированный результат тренера. Это интересно. Вы не представляете все возможности персонального тренера, не представляете количество упражнений, а также их модификации. Это, прежде всего, безопасность. Тренер всегда научит правильные техники выполнения упражнений и всегда пострахует. Эффективность любой тренировки зависит от правильно составленной программы, а только профессиональный тренер может ее правильно составить. Человек, занимающийся инструктором, часто находит в лице своего персонального тренера, друга, может быть, психолога, иногда даже советчика. Это и возможность заниматься очень серьезно на соревновательном уровне. У меня есть клиенты, которые занимаются и пауэрлифтингом, и по бодибилдингам выступая на соревнованиях. Главное – желание заниматься. Дальше дело за специалистами спортивного комплекса «Лазурный». Они помогут подобрать тренера в зависимости от цели, графика занятости и, конечно, с учетом индивидуальных особенностей. Екатерина Сластенкова, приступив к занятиям, сразу решила для себя тренироваться только под руководством инструктора. Результат не заставил себя долго ждать. У меня улучшилось самочувствие, это однозначно. Улучшилась осанка, формы. Соответственно, это, могу сказать, 100% девушки и дети на персональные тренировки. У персонального тренинга нет возрастных ограничений. Он подходит людям любой комплекции, как для снижения избыточного веса, так и для набора мышечной массы. Если нужно восстановиться после травмы, улучшить свои спортивные результаты и просто чувствовать себя хорошо, дорога к персональному тренеру в спортивный комплекс «Лазурный». Ксения Еременко, Татьяна Савельева, Александр Белкин. Специально для программы «Семь дней спорта». Главное спортивное событие лета в самом разгаре. Мы неустанно продолжаем следить за нашими олимпийцами и, конечно, болеем за них. Рассказывайте о ваших героях спорта и о победах. Звоните к нам в редакцию по телефону 45-23-93, код города 38-42. Все самое интересное о спортивной жизни города смотрите в программе «Семь дней спорта» и каждый будний день в новостях. До встречи на телеканале «Мой город» и болейте за наших. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова